Всем привет! С вами проект Мобильная Мама. И сегодня мы поговорим на тему военной психологии. В гостях у нас мама Ксюша, моя тезка. Ксюша, привет! Привет! Ну давай, рассказывай, кем ты трудишься, сколько у тебя деток, кого зовут? Я работаю военным психологом. У меня трое деток. Старшая девочка Ангелина, ей 13 лет. Обалдеть! Милана 9 лет и сыночка 3 годика. Ты не только моя полная тезка, у тебя еще и детки такого же пола, как у меня. У меня тоже две дочери и сын. Ты военный психолог. Буквально за кадром ты мне рассказала, что ты работаешь с участниками СВО. Ну, как ты справляешься? Сложная, тяжелая работа, местами печальная, грустная, но кто кроме нас? Ну а в чем заключается твоя работа? Организация психологической поддержки, профилактика отклоняющего поведения, поддержка близких. Такая красивая, легкая девушка и работает в таком сложном направлении. Ты по образованию получаешь психолог? Я по образованию пришла, да, психолог. Работаю я совершенно недавно, буквально месяц именно по психологу, по диплому. Поэтому это очень интересно достаточно. Слушай, говорят, что вот психологи, они, как правило, не дают советы, а направляют, да? Направляют, да. Чтобы человек уже сам принял решение. Да, принял решение. То есть мы можем рассмотреть разные варианты, как это может, а если вот так, а если вот так. А дома? Ты дома тоже тренируешься на своих близких? Нет, дома нет. Я мама, я не психолог. Дома это просто мама. Да, дома это просто мама. Помогают вот эти навыки твои профессиональные дома? Конечно, они очень помогают. С детьми помогают. То есть ты все равно знаешь, как, что, где, чувствуешь, где нужно поддержать. А с учетом того, что я в армии, так скажем, очень давно, супруг говорит, адмиральская. Потому что я могу и покомандовать, и вот где надо поддержать, где надо направить. Но у вас, получается, военная семья, может, тоже трудятся в этом же направлении. Да, супруг тоже там же. И как, вот скажи мне. Справляется иногда, конечно, тяжело бывает, потому что дома его практически нет. И ты сама справляешься, помощники есть? Конечно, дети. Старшие девочки, это самые главные помощницы. Ну и бабушки, соответственно. Если что-то, они всегда придут, помогут. Какие-то увлечения, традиции семейные есть у вас? Мы выезжаем отдыхать. Маленькая традиция все время, там, Новый год отмечать, там, у бабушки. Такие ценности, конечно, есть. Вот этот год наш президент объявил, да, годом семьи. Может быть, вы принимаете где-то активное участие, там, в спортивных состязаниях? Или, возможно, какие-то совместные выезды полезные делаете вообще? Нет, пока здесь меня нет, каждый своим занят. У меня старшая, она у меня тоже как военная небольшая, она в юноармию у меня. Да ты что, да, по стопам родителей пошла. Ну да, она захотела, ну и пошла. Ну у нее пример есть, хорошие родители, замечательные, которые могут показать своим личным примером, как это хорошо. Ну да, в армии есть плюс, это прям выдержка вот эта военная, как четко все отработано. В среднем у меня занимается спортивной акробатикой, готовится активно к соревнованиям. Все в активности, все везде. А ты на младший? Младший пока у нас только ходит в садик. Уже ходит в садик? Конечно, уже ходит в садик, он у нас очень рано пошел в сад. В полутора лет, да, наверное, ясельная группа? Да, да, то есть мы в полтора года уже в садик пошли, а до этого мы ходили в группу продленного дня. Коротковременного пребывания. Продленного пребывания. То есть полдня мы привыкали к этому режиму. Адапт период адаптации был. Да, и все, в садик теперь ходит замечательно. А где любите чаще всего собираться с семьей? Куда-нибудь, может быть, выезжаете? Ну, мы чаще всего, так как вечно дома никого нету, и папы, да, у нас это, мы любим дома. Фильм включить, посмотреть. Такая теплая, уютная семейная обстановка. Да, конечно же, выходные мы можем собраться, поехать там шашлычок пожарить, к морю куда-нибудь, прогуляться по набережной. Ну, конечно, без этого никуда. Ты все про мужа, про детей. А как же ты успеваешь уделять себе время и внимание? Ну, себе, конечно, себя я очень люблю. Ты не забываешь про себя. Нет, конечно же. Находится время и для себя обязательно, и те же массаж, и еще что-нибудь. Ну, и вечернее время – это полностью время мамы. Да. То есть все спать, мама отдыхает. Назови, пожалуйста, самые основные опции мамы, чтобы все успевать. Конечно, все счастливы были. Ну, и в первую очередь, если счастлива мама, то счастливы и все остальные. Я, кстати, тоже таких принципов придерживаюсь, да. Потому что если мама добра, и все они с настроением хорошо и счастлива, в общем, соответственно, и дома будет все хорошо. Самая основная опция – это счастье. Да, и поддержка. Так, давай рассказывай, какие меры социальной поддержки ты уже успела получить, какими конкретно воспользовалась или пользуешься сейчас? Практически всеми, которые у нас есть, я воспользовалась. Ну, вот, например, давай перечислим. Пособия у меня есть. Компенсация ЖКХ, субсидия, вот, льгота по ЖКХ. Бесплатная парковка для многодетных. То есть это я тоже оформила. Земельный участок. В очереди сейчас. В очереди на земельный участок я стояла. Кстати, ты наверняка знаешь, да, что произошли изменения и в законодательстве, и, насколько мне известно, можно получить еще и денежную компенсацию. Вообще, ты об этом думала? Я об этом думала, чтобы компенсировать, но пока придерживаясь тому, что пускай лежит. А вдруг будет индексация? Да, индексация. А вдруг будут какие-то дополнительные возможности, да, потратить эти деньги куда-то? То есть не только сертификат на покупку земельного участка и постройку дома, там, погашение потехи, мало ли, ее расширят. Пускай пока лежит. А вот сейчас я предлагаю узнать у нашего специалиста, как еще возможно и куда возможно потратить эти денежные средства в случае, если вы выбрали компенсацию деньгами. С июля месяца прошлого года граждане вместо земельного участка имеют право получить единовременную выплату. Ее можно получить на приобретение жилого помещения, дома, земельного участка, а также на погашение кредита. Сумма единовременной выплаты составляет 382 тысячи. Чтобы получить единовременную выплату, необходимо подать заявление на Океанский проспект 15-3 с приложением документов. С приложением документов можно ознакомиться на сайте администрации города Владивостока во вкладке «Социальная сфера» земля многодетным семьям. Либо можно уточнить всю информацию у специалистов нашего управления по телефону 252-73-36, либо 252-71-90. Ксюша, расскажи, пожалуйста, кем ты хотела стать в детстве? Вообще, знала ли ты, что у тебя будет большая семья? Я в детстве хотела всегда быть военной. Ну, не совсем военной, а именно фагрансом, фэйсбэ. Ты что? У меня прям это была такая мечта. У тебя родители трудились в этом направлении? У меня папа был. Я прям горела этим. Ну, не сложились немножко обстоятельства. Ну, как бы я пошла в армию. Но папа гордится? Гордился, да. Гордился. Гордился очень. Конечно, все сама, как бы без его помощи я пробивалась. Какая ты молодец. Ну, это надо было пойти. Ну, и как бы сейчас придерживаясь к такому же принципу, вот у меня у ребенка, у старшей, стоит цель участвовать в параде. 9 мая. 9 мая. Ну, она немного по росту не подходит. То есть у нее цель стоит получить медаль за участие в параде. Она этой цели добивается сама, идет. Ты всегда мечтала о такой большой семье? Ну, я не могу сказать, мечтала я о большой семье или нет. Ну, вот как бы узнала, что она у меня будет большая. Где-то там на подсознательном, наверное, уровне. А у тебя есть сестра? Да, у меня есть младшая сестра. Да это что? У меня, получается, два замечательных племянника. У нас бабушка счастливая. Пятеро внуков. Пятеро внуков. Как же бабушка успевает? Это мобильная бабушка, получается. Успевает. Да? Да. Прямо особенно, когда к ней все пятеро приходят. Ксюша, как же это здорово, когда есть большие семьи, когда мама светится от счастья, когда видно, что она любит и любима. Это прекрасно. Так держать. Как в армии, да, прямо говорят? Так держать. Ксюша, спасибо тебе огромное. Спасибо. За сегодняшнюю теплую встречу. Ну, а с вами был проект «Мобильная мама». Смотрите нас в эфире общественного телевидения «Приморье», а также в наших социальных сетях «Телеграм», «Вконтакте» и «Одноклассники». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова